Субтитры делал DimaTorzok Звучки и тучи мыши – это всё здесь, ребят. Причём, едят в таком питье. Сейчас увидите сами. Кто-то приезжает сюда за удовольствиями. Ребята, приятного вам аппетита. Кто-то за новыми ощущениями. Кто-то за загадками. Похоже на бабушкин суп с фрикадельками, правда? Но только это вообще не бабушкин суп с фрикадельками, нифига. А кто-то за прозрением. Жжёт! Жутко, жжётко! Кто-то считает, что оно сказочное. Ребята, мне кажется, нас ждёт увлекательное приключение. Но оно ещё и страшно вкусное. Ребята, мы на Бали, и сегодня у нас снова экстремально кулинарный выпуск. Многие туристы думают, что местные островитяне едят лишь жареный рис, жареные макароны и жареное мясо на шпажках. Но это лишь потому, что большинство туристов не то чтобы попробовать, а даже посмотреть на реальную еду на Бали испугались. В общем, надеюсь, у вас крепкий желудок и нервы. Надеюсь, у меня тоже. Погнали! Просто посмотрите на эту корзинку с мясом. Сочный парш, тончайшее тесто. Я в последнее время слежу за калориями, поэтому за тесто отдельное просто спасибо. Дело в том, что мне нужно немножко здорового питания. После всех этих экспериментов вы часто спрашиваете меня, как у меня дела с желудком после всего того, что я ем в путешествиях. Отвечаю, с желудком нормально, но вот веса я поднабрал. Поэтому я попросил своих друзей из Level Kitchen, чтобы они привезли мне чего-то такого, что можно съесть и похудеть. Честно говоря, думал, что придется мне сидеть на капусте и морковке, как кролику. Но просто посмотрите, сколько мне всего привезли. Здесь у меня и котлета под шубой из индейки, и курицы с лапшой удон и кунжутом. Здесь у меня, смотрите, скрэмбл с пасторами. Это на завтрак. Здесь у меня даже десертики, ребята. Посмотрите, это тарталетка с черникой и кремом брули. Класс! Вот такое похудение я люблю. Дело в том, что ребята из Level Kitchen подходят к делу разумно и научно. Ну нет смысла сидеть на капусте неделю, как кролик, чтобы потом сорваться с цепи и отожрать все обратно. Поэтому в Level Kitchen считают, сколько вам нужно калорий на день, и подбирают такое меню, чтобы оно было и разнообразным, и вкусным, и полезным. В общем, ни один шеф не придерется. А вам остается лишь наслаждаться вкусной и полезной едой. Больше не нужно ходить по магазинам, считать калории, думать, что готовить, мыть посуду. Просто берешь вот такую вот вкуснейшую тарталетку и худеешь. Класс! Ребята, если вам нужно сбросить вес, как мне, а может быть набрать, или просто начать питаться правильно, залетайте по ссылке в описании на Level Kitchen. И вот вам специально от нас еще и промокод на 15% скидку на первый заказ любого шестидневного меню. Питайтесь вкусно и правильно. И иногда позволяйте себе сумасшедшие эксперименты, как вот этот на Бали. Ребят, сегодня пробуем настоящего угря по-балейски. Но, как гласит древняя мудрость, чтобы сожрать угря, надо сначала поймать угря. Так, где мы находимся и что мы тут делаем? Мы на рисовом поле. И вот в этих канавах будем искать угрей. Вот в таких вот канавах, видишь? То есть угри водятся прямо там, в рисе? В рисе, но не между кустов, а сбоку, в канавах. Видишь, где больше воды? Рисовые угри – один из главных балийских деликатесов для бедняков. Мы будем ловить вот это. Да. Ребята, мне кажется, нас ждет увлекательное приключение. Для индонезов туристы, люди с белой кожей – это люди с деньгами. Это люди с долларами в кармане. И для них это дикое удивление, когда они видят этого буле туриста в рисовых полях. Потому что поиски вот этих угрей – это считается занятием для бедных людей. Ловля угря – это занятие для мужчин. И зачастую это занятие, как я уже сказал, не для самых богатых. Ловить их я отправился с Колей и его приятелем Ваяном. Кстати, если вам нужны красивые видео и фото с Бали, очень рекомендую вам Коляна. Его контакты будут в описании. На этом поле мало змей. Особенно сейчас, ночью. Ну, может, кобра встретится. Может, еще какая-то змея. Стоп, стоп. Можем встретить кобру? Да, но ты просто к ней не спускайся. Ходи поверху. А, ага. Окей. Поэтому и нужна лампа, чтобы проверять, кто там. Я хорошо, я хорошо. Сколько вот мы гуляем здесь, это же мое хобби, так скажем. Я с ребятами хожу по лицам и полям увидеть этих углей просто по приколу. Вот. И каждый раз, когда мы гуляем, мы непременно встречаем змей. Иногда змей, бьющихся с крысами здоровенными. Ты меня сейчас успокоил. Просто вот. Знаешь, ты просто взял меня и успокоил. Спасибо тебе большое. А еще, ребят, я закачивался. Это потому, что я комарами надышался. Их здесь просто какие-то невероятные полчища. Ты уже понял, что это будет непросто? Да, блин. Я уже понял, что подвязался на что-то такое, к чему явно не был готов. Блин. Даже поход по бордюрам между рисовыми полями, то есть по дорожкам по оглиняным, уже испытания. Они мокрые, склизкие. Пропроваливаются. А мы вот идем по тем самым террасам, да, рисовым? Да. Мы идем по знаменитым балийским рисовым террасам, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО за уникальный способ орошения. Система каналов, ручьев и плотин, которая создавалась столетиями. И хотя многие туристы, кажется, думают, что создавалась она исключительно для классных фоточек в соцсетях, у каждого элемента этих полей есть особый смысл. Это уникальная экологическая среда. Рис сажают вот так, по колено выли, и в это болото потом специально запускают рыб и угрей, чтобы они боролись с вредителями, а позже были с тем же рисом приготовлены. На рисовом поле нет ничего, что не шло бы в дело. Даже водоросли с рисовых болот собирают, чтобы потом кормить ими уток. Просто идеальный баланс пользы и красоты. Угри поедают главных разрушителей рисовых террас – крабов. Здесь в рисовых полях водятся маленькие крабики, они несъедобные. И эти крабики создают проблемы для фермерства, они рушат все эти каналы. И многие сейчас стали использовать разную химию, чтобы убить этих крабов. Но из-за того, что в этих рифах появляется химия, умирает не только крабы, умирает также эти самые угри, которых мы пытаемся поймать. Я уже комарами наелся, уже можно угрей не жевать. Вау! Нашелся уголь! Нашелся, дорогой! Ты хочешь попробовать? Да, я хочу попробовать. На середине, давай на середине. Поймал! Поймал, ура! Нет, не поймал! Этот, этот. Попытка номер два. И сразу туда. О, круто! Первый уголь пойман! Я думал, что я вообще ни одного не найду, я рыбак еще тот. После часа такой рыбалки мы, в основном воян, собрали пол ведра угрей. Вернулись, ребята! Сейчас будем готовить. Угрей зажаривают в раскаленном масле. Параллельно готовят для них специальный соус. Как он называется? Да, балинес бубу. Там чили, имбирь. Все, что есть дома. Все туда бросаешь и тушишь, да? Да. И потом все это смешивают. Ну что, они готовы? Давайте есть. Просто берешь руками и ешь. О, по звуку они очень хрустящие. Да, зажаристые. Очень хрустящие. Очень вкусные. Очень вкусные. Похоже на такие колечки чипсов. Идеально, как за вкусом. Но здесь это едят как основное блюдо. То есть, это основной протеин, к которому добавляют рис. И... И салат. И салат. Еще. И еще. Еще ложечку. Окей. Окей, а ты хочешь рис? Да. Прости, больше риса не осталось. И теперь сначала ешь рис с салатом, а потом закусываешь угрем. Ребята, это стоило того. Стоило, походу, на рисовое поле ночи. Ммм. Ммм. Таких угрей, мне кажется, вы еще не пробовали никогда. Рисовое поле не только кормит, но и лечит балийцев. На утро Ваян позвал меня собирать лекарственные травы. Я хочу показать тебе лист, который сделает твое зрение ярче. Цвета изменятся. Ты увидишь оригинальную, настоящую цвета вокруг. Эти листья убирают проблемы со зрением. Это какая-то трава, которая растет здесь. Вообще, эту траву часто используют как приправу к овощам. Ага. То есть это может быть и приправа для еды, и, может быть, лекарство для глаз. Да. Окей. Окей, пошли. Ваян нарвал каких-то веток. Честно говоря, я так и не понял, как это растение называется. Если среди вас есть ботаники, напишите, пожалуйста, что это за трава такая. Ваян тщательно ее промыл, сорвал несколько листочков. И потом вот так вот их разминаем. Выжимаешь из листьев сок. И потом засовываешь себе это в глаз. Вот так. Так вот, может, начать щипать. Это как... Я не знаю, как это сказать по-английски. Он засунул эту траву себе в глаз. Я не знаю, как сказать по-английски. Больно? Да, больно. И из глаза льются слезы. Теперь засовываю во второй. Тоже болит. Ах. Так болит, когда есть проблемы с глазами. Надо подождать 10-15 минут и отпустит. Это... Я не знаю, насколько это безопасно. Твоян сказал мне, что этой травой на Бали лечат глаза много столетий, и что он сам регулярно так промывает глаза своему ребенку. Когда он отмучился, настала моя очередь. Засовывай себе в глаз вот так. А сколько? Все это. Все? Да, не внутрь глаза. Выжимаю переносицу и потом протираю вот так. И делай пока она... Сжимать ее. Сжимай. Пока сок не потечет в глаз. Откинь голову немного. Да, не волнуйся. Прямо в глаз? Да. Эту траву надо засунуть в глаз, прям к переносице, и нажать, чтобы сок оказался в глади. А я потом буду видеть? Да. Зрение сохранится? Да. Да, попробуй немного. И жми, пока сок не пойдет наружу. Что чувствуешь? Аааа Ааа Аааа Аааа00 Да, значит у тебя были проблемы с глазами. Аааа Жот. Жот.... Ааааа. Аааа. Аааа. Ааа. Ааа. Аааа. Ааа. Если хочешь, можно смыть водой. Жжет жутко. Особенно вот там. Там, где переносится. Она растекается, прям растекается по глазу. Отпускает немножко. Полегче. Ты как-то сиди. О, Женя проходит. Ой, не знаю, как мой глаз, ребят. Я реально совсем немножко капнул. Мне было страшно капать много. Он сказал взять все, но я взял только половинку. Женя просто жуткое. Такое ощущение, что через глаз прожигает весь мозг, голову и прям до пяток. Просто как будто бы кочергу раскаленную вот так вот прям в глазное яблоко засунули. И она жжет тебе прямо там все внутри. Но зато потом, когда отпускает, то, блин, не знаю, как описать это чувство, но как будто бы сладость в глазе. Я не знаю, глаз не может чувствовать сладость, но реальное ощущение, как будто бы глаз стал таким сладким. Таким, так все хорошо вдруг в мире. Все спокойно так сразу. Если ты сделаешь так три раза, четыре раза, то болеть больше не будет. Сильно больно? Сильно, да. Значит, у тебя проблемы с глазами. Да, думаю, у меня есть проблемы с глазами. Когда долго смотрю в смартфон, то зрение начинает падать, и все расплывается. Окей, I have other parts. I will try to another idea. You can try. Ты прям смело, побольше, серьезно. Побольше, Коля говорит, побольше, говорит, залей. Побольше. Это же не твои глаза, конечно, побольше. Он уже пробовал это много раз, а он знает, что будет. Голян, смотри. Так, весь остаток этой травы засовываю во второй глаз. Глаз боится, он закрывается. Реально это либо самовынушение. Не знаю, объективно ли это, но мне кажется, я начал видеть лучше. Все как будто более контрастное. Зеленое стало более зеленым. Небо как будто более голубое. Да, так и есть. Листья помогают, но их нельзя использовать ежедневно. Когда станет лучше, надо переставать использовать. Ребята, не повторяйте это сами. Это, конечно же, не медицинское средство, не проверенное. Надо консультироваться с врачом просто так, себе в глаз ничего не засовывайте. Это просто я хотел показать вам, как лечат здесь. Но будьте осторожны. Пожалуйста, это не рекомендация медицинская ни в коем случае. Вот с таким вот шикарным видом чувствуешь себя каким-то айтишником на удаленке, знаете? Или может быть все дело в новой образовательной программе от Geekbrains, которую я начал изучать? Geekbrains занимает лидирующую позицию в IT-образовании и большое количество отзывов это подтверждает. Если вы думаете о новой профессии, то IT это точно та отрасль, где стоит себя попробовать. У айтишников огромные зарплаты, в среднем от 180 тысяч рублей и выше. Новые льготы от государства, огромное разнообразие профессий, ну и возможность работать где хочешь. Например, вот с таким вот шикарным видом. В Geekbrains получить новую специальность может каждый. Вас научат с нуля, неважно чем вы занимались раньше, какой у вас опыт, сколько вам лет. Например, в программе разработчик вы выбираете одну из пяти специализаций. Если в ходе обучения, когда вы уже погрузились, вы поняли, что вы хотите другую специализацию, не проблема, ее можно сменить и не сожалеть, что выбрали что-то не то. Преподавать вам будут специалисты из отрасли, причем из самых известных лучших IT-компаний. Geekbrains гарантирует, что с их занятиями вы найдете работу еще в процессе обучения, иначе вернут деньги. Мне кажется, это самая честная гарантия качества. Поэтому прямо сейчас проходите по ссылке в описании или по вот этому QR-коду и попробуйте себя войти. Ребята, хотите узнать, что такое настоящий завтрак на Бали? Вот он, собственно говоря, перед нами. Сейчас будем все пробовать. Это банановый лист. Банановый лист. И внутри мясо. Внутри мясо. Это морепродукты. О, морепродукты. Посмотрите, там внутри завернуты переработанные морепродукты, смешанные с лимонграссом, травами, гарри. И все это запекается в листе. Вкусно? Да, хорошо. Это бунтил. Балийская долма. Пулонг-пулонг-уби. Пулонг-пулонг-уби. Да. Вот это пулонг-пулонг-уби. Надеюсь, вы запомнили. Очень традиционный для Бали снэк. Он делается из корня тропического растения маниоки. Это как бальнезийский пончик. Маниока – это вообще супер овощ. Растет как сорняк, но при этом очень калорийный. Корни достигают веса 10 килограммов и полны крахмала. Именно с помощью маниоки решается проблема голода в Африке. Правда, в сыром виде ядовито. Надо варить, жарить или запекать. Очень вкусно. Пулонг-пулонг-уби. Запомните. Самое занятное, что за пулонг-пулонг-уби вот эти вот морепродукты в банановом листе и еще всякие разные снэки, два кофе мы заплатили 50 центов. Пока я завтракал, мне принесли чен-чам. Это местный травяной напиток, который пьют вместо газировки. Еще его называют долуман. Он делается выжиманием листа местного растения синкао. Вот его научное название. Этой же выжимкой полоскают горло при ангине. Она же смягчает жар при температуре. А если добавить сахар и кокосовое молоко, получается вкусный напиток. В общем, это местная, скажем так, Кока-Кола и Пепси-Кола. В общем, представьте себе. Заваренный подорожник с лимоном. И с сахаром. Знаете, очень похоже. Мы в детстве вырывали травинки и их обгрызали. Я не знаю, делали вы так или нет. Напишите в комментариях. Вот так вытаскиваешь траву полевую и сердцевинку ее высасываешь. Не знаю, это только в моем детстве такое было или нет. Вот это очень похоже, только еще с лимоном и с сахаром. Нам продали это еще вот в таких элитных бутылочках, потому что местные жители чаще покупают это вот в таком пакетике. Одноразовом. Который просто зубами вскрывают и выпивают. Вот это, ребят, за моей спиной старейший ресторан Бали. Хотя большинство туристов о нем ничего не знают. И если вы были на Бали, вряд ли вы сюда когда-нибудь заглядывали. Дело в том, что этот ресторан уже более 70 лет обслуживает только местных. Ну, конечно, если туристы придут, их не прогонят. Просто большинство туристов об этом месте даже не знают. Это рыбный ресторан. Да, умывальник здесь выглядит вот так. За калиткой сушатся вещи хозяев. За все семь десятков лет обстановка здесь почти не поменялась. Ресторан в третьем поколении принадлежит одной семье. Туристов еще не было на Бали, когда мой дед начинал. Это сейчас их понаехало на остров немыслимое число. А в середине прошлого века это было заведение для рыбаков. Этот ресторан открылся в 1950 году. И в местных обзорах его называют не иначе, как легендарный. Итак, здесь нет никакого меню. Суп и рис с разными видами рыбы. Других блюд этот ресторан не подает. Посмотрите на тарелку для супа. Кажется, она тоже сохранилась с 50-х годов прошлого века. Каждое поколение добавляет в меню одно блюдо. Сначала была только рыба с рисом и нашим специальным соусом. Второе поколение добавило к этому рыбные шашлычки. А мы еще добавили рыбный суп по нашему особому рецепту. Смотрите, с какими огромными кусками рыбы. Если вам видно. В основе этого супа очень густой бульон, который варится из огромного числа рыбьих хребтов со специями. Имбирь, перец и чили. Острый. Острый суп. Острый суп. Острый суп. У тебя лицо покраснело. Да, покраснело. На вид он был как суп бабушки. Смотрите, такой просто обычный. Если вам видно, желтенький, такой обычный, светленький. Как будто бы он с морковочкой. Знаете, обычный рыбный супчик. А в рот берешь, и такая бомба. Второе блюдо – рыбные шашлычки. В их приготовлении есть один балийский секрет. Вот он, ребята, запас дров по-балийски. Смотрите, дровница лежит. Но только это кокосы. На самом деле кокосы для приготовления еды подходят даже лучше, чем дрова. Когда их высушишь и потом сжигаешь, они дают жаркие угли. И при этом такой специальный аромат. В общем, всем советую попробовать. Тем более, что кокос можно купить в любом магазине. Выпить его и потом просто засушить. Они невероятно ароматные. Кокосовая вот эта вот кожура, она дает такой ароматный дым, очень необычный. Попробуйте дома, потом напишите, как вам пожарить, например, просто шашлыки на именно кокосовой кожуре. Высушенной сначала. Мягкая рыба. Я, честно говоря, думал, что она будет сухой после того, как ее приготовили на гриле. Но нет, она очень сочная и прям мягкая. Ну и, наконец, основное блюдо, с которого и начинался этот ресторан. Рыба с рисом. Рыбу здесь маринуют в такой специальной смеси. Там внутри чеснок, имбирь, очень-очень много перца и соли. Ну и масло со соевым соусом. В таком маринаде рыба лежит минимум час, лучше два часа. И после этого ее уже жарят в банановом листе. Видите, при мариновке рыба покрывается слоем застывшего жира. Он растает на огне и сделает кусочки сочными, а заодно насквозь пропитает рыбу специями и остротой. То есть она очень острая, прямо максимально острая? Да. Да, очень острая? Да. То есть это как острая бомба? Ну, не прямо как бомба. Ну, не как ядерная бомба, а как обычная? Окей. Ну, давайте. Посмотрите, хозяйку ресторана аж передернула. Она первый раз видит, чтобы заезжий буле ел такую острую еду. Записывай соевым соусом. Соевый соус поможет? Да, сладкий соевый соус помолняет. О, у меня голова закружилась. У меня реально закружилась голова. Честно говоря, давно от острова у меня не кружилась голова. Все, поехало немножко. Пробую второй кусок, просто чтобы, ну, хотя бы понять, что там, кроме взрыва перца. Потому что взрыв перца, конечно, невероятный. Причем их даже два. Первый, когда ты ее начинаешь жевать, и язык начинает гореть. Но это ерунда. Короче, самое страшное произошло потом, когда проглотил, и вот здесь вот в горле, вот так вот все загудело и загорелось. И это прям, прям вот у меня слезы, мне кажется. В общем, сама рыба пожестче. Сама рыба пожестче. Но зато лучше почувствовать ее текстуру. Текстура. Она невероятно острая, но там еще чувствуется чеснок и всякие травы. Все, больше не могу объяснять. Ты говоришь, что его соус помогает? О! Ты весь спотел. Мокрый весь. Да, бросил в пот. Я весь мокрый. Я думаю, я плачу. Ну, это вкусно. Вкусно, мне понравилось. Но надо привыкнуть к остроте. Спайси. Ребята, сегодня мы с Сашей пробуем балийские морепродукты. С виду обычные рыба, ракушки. Но самое главное в них – соус. Он же нереально острый, да? Не, кстати, вот они почему-то по-божески нам сделали. На Бали огромное разнообразие соусов и специй. Продукты в чистом виде, не приправленные ничем, тут практически не едят. Индонезия вообще второй после Индии производитель специй. Мускатный орех, гвоздика, галангал и многие другие природные пищевые добавки родом отсюда. Один из индонезийских архипелагов, Малуку, даже называют островами специй. Вот этого и вот этого добавь, и тогда будет поинтереснее. Это два вида острых соусов. Здесь лук, чеснок, кокосовое масло и много-много чили. Как это называется? Ну, самбал-мата. Самбал-бата. Мата. Мата. Самбал-мата. Попробуем. Да, самбал-мата. Полная мата. Берешь горсточку. И? Нормально? Да. Не хочется покашлять? Нет. Подожать маткой, пухнуть сильно. Не знаю, он же нереально острый. Ребят, это очень острый соус. Он очень вкусный. Ты чувствуешь вот эти вот нотки кокоса? Наверное, завтра я буду чувствовать. Может быть, на выходе. Саша Сталкер уже не чувствует остроты. Говорят, через месяц привыкаешь, а он живет на Бали несколько лет. Я рассказывал о нем в нашем предыдущем выпуске об острове. Посмотрите, если не видели. А вот этот соус. А это томата самбал, либо самбал мира, он называется. Это томаты, ну, помидоры. Дальше перец чили, также чеснок и лук. И немножко они теплым его делают, поджаривают. Ароматный очень. М-м-м. О! Не, знаешь, такое ощущение, что это огонь выйдет. Он тоже острый. Не такой, кстати, острый, как предыдущий. Наверное, помидор немножко смягчает. Но все равно тут же все обжигает. Не, он острее. Вот этот вот в начале острый, а после отпускает быстро. А вот этот в начале мягкий, а после жжет. А на выходе оба. Да. На выходе будешь вспоминать. Разнообразие специй вызвано общим, невероятным природным разнообразием в Индонезии. Эта страна – часть так называемого кораллового треугольника, самого биологически богатого места на планете. Отсюда такое буйство природы. Впрочем, у этого буйства есть и обратная сторона. Природа может начать стремительно вытеснять человека, как в этой деревне на севере Бали, которую захватывают пауки. Посмотри, сколько пауков. Вон там, изначально, чуть больше года назад, всего один паук приполз к нам откуда-то и вывел здесь потомство. И теперь у них здесь дом, и их тут все больше. Теперь местная пресса пишет о вторжении пауков в деревню Кентамани. У нас стало так много пауков, что нашу деревню прозвали паучьей. Дело в том, что здесь прохладно, и из гор слетает много насекомых, которыми пауки питаются. Жители просто не успевают убирать паутину. Просто посмотрите, пауки у нас висят гроздьями. Мне не нравятся эти пауки. Но они приходят и приходят к нам в дом. Просто, ребят, как какой-то, знаете, Хогварт. Вспомните, там темный лес, паутина, когда вокруг, и вот эти огромные пауки. И посмотрите, здесь прям вход в дом полностью зарос паутиной. Вот стоит храм, он находится в центре деревни. Буквально год назад весь этот храм был, как один большой кокон. Он был закрыт паутиной. Все было в пауках, начиная с земли, заканчивая с самых макушек проводов. Впрочем, я ехал к другим насекомым, балийским черным пчелам. За их черным-черным медом. Итак, ребят, сравнение обычного меда и меда черных пчел. Черные пчелы, надо сказать, несмотря на свое зловещее название, куда безобиднее пчел обычных, полосатых. У них даже жала нет. Смотрите, разводчик открывает улей голыми руками. Те самые настоящие черные пчелы, производящие черный мед. Черный мед, да. Это самый маленький вид пчел. Из всех остальных видов этот самый мелкий. На Бали их называют клы-клы. Эти насекомые любят жить в стволах деревьев или бамбуке. Здесь же есть и обычные пчелы, производящие обычный мед. Китут наливает мне и тот, и другой для слепого теста сравнения. Хочется понять, различимы ли они вообще по вкусу. Итак, сейчас буду угадывать. Закрою глаза, потому что если я увижу, какой мед, то по цвету можно легко определить. Давай попробую первый. Я бы сказал, что это мед черных пчел, потому что он по вкусу не как мед. Там как будто немного кислоты. Он немножко кислый. И можно попробую второй и скажу? Сейчас попробую второй. О, нет, вот это пчел, мед черных пчел. О, какой вкус! О, это пчел, мед черных пчел. Да! Вау! Ребята, это... Я реально не ожидал. Я сначала думал, что первый мед, который я попробовал, это и был мед черных пчел. Пока я не попробовал второй. Это просто взрыв вкуса. Совсем другой вкус. Не как мед. Вау! Круто! Это... Очень сильный вкус. Во-первых, кислый, сладкий, еще какой-то, но главное, очень насыщенный. И так мы собрали немного меда. Просто попробую его прямо с чашки. Блин, ни на что не похожий вкус. Просто его не описать. Это не вкус меда вообще. Это вкус чего-то кислого, сладкого и каких-то внутренностей. Знаете? Каких-то внутренностей животного. Не знаю, как это описать. В общем, очень необычный вкус. Вот настоящий балийский чай. По сути, он делается из дерева. То есть в кипятке заваривается кусок дерева... А как оно называется? Балийское название чанг. Дерево чанг заваривается прямо в кипятке. Научное название этого дерева – цезальпиния сапановая. Чтобы проверить мед, настоящий он или нет, нужен этот чай. Если положить в этот чай сахар, вот такой сахар, то чай не изменит цвет. Останется розовым. Как и есть. Если добавить мед, обычный мед или мед черных пчел, чай изменит цвет. Вау! Если мед поддельный, цвет не поменяется. Вау! Так можно проверить, черный мед настоящий или это подделка. Теперь выпей. Савар и кислый чай. Ребята, сегодня вся балийская кухня – самые невероятные блюда. Мой друг Нга согласился нам приготовить. Нга, вот и выходит. Нга, что у нас сегодня будет? Ну, главным блюдом у нас будут летучие мыши. Из них мы сделаем вкусные фрикадельки и знаменитый балийский салат с сырой кровью. Лавар Бали. Ну и разные закуски. Например, сверчки в масле. Мы их сейчас отмоем, почистим, подготовим все. Потом замешаем самбал. Это такой соус. И в этом самбале их и пожарим. С остреньким будет очень вкусно. Мясо летучих мышей – крайне распространенное блюдо в Юго-Восточной Азии. С ним варят супы, тушат, жарят. Но мы сегодня попробуем самый необычный и самый опасный способ его приготовления – сырым. В мясном салате лавар Мерак. Вот, ребят, вы думали, откуда появился ковид? Как-то так он и появился. Мышиное мясо мелко рубят с помощью мачете. Обратите внимание, готовят прямо на крыльце. Это очень распространено на бале. И готовить, и принимать гостей на площадке перед дверью в дом. А что это? Тувак. Нет, тувак. Что такое тувак? Брашка. Тувак мы перегоняем, и получается арак. Брашка. Это из пальмового дерева. Из сокопальмового дерева. Попробуй. Тувак. Тувак. Я тувак. Ребята, тувак. Настоящий балийский сэммэч. Бикон тувак. Причем это такой первак, знаете, такой вот еще не очищенный. Смотрите, какой мутненький. Тувак из пальмы. Обязательный к применению перед летучей мышью. Полный? Да, до дна. Вот так. Маленькое отступление о том, где на Бали достать такой напиток. Если вдруг вы решите купить настоящего балийского самогона, то знайте, что сэммэч продается вот в таких вот палаточках, в тех же самых, где обычно продается бензин. Вот вместе с этим бензином продается и настоящий балийский сэммэч. Продается он вот таким вот образом. Да, балийский алкоголь. Да, потому что тувак. Тувак, ребята. Разливают его в такие вот прямо бочечки, канистрочки. Вещь эта на самом деле убойная. Стоит такая вот канистра, пятилитровочка, вот такая вот пятилитровочка местного самогона, стоит 100 рупий. Это примерно 8 долларов. Впрочем, берут его чаще всего баклажками из-под воды для кулера. Ну, если вы не хотите злоупотреблять туваком слишком сильно, то можете взять просто пакетик себе на вечер, так посидеть чисто, фильм посмотреть, тувака попить, пакетик пососать. Возвращаемся к летучим мышам. На маленькой кухоньке уже тушат имбирь с кокосовой стружкой и специями для нашего мясного салата. И нарезают другие виды мяса, заранее приготовленные. Это какое мясо? Лисы. Лисы? Да. Потом сырое мышиное мясо смешивают с приготовленным лисьем и тушеными овощами с обильным содержанием специй, особенно перца. Для этого салата чили поджигают. И из-за этого начинаешь кашлять. И добавляют главный ингредиент. Это для лавара. Это кровь летучих мышей. Кровь подмешивают сырой. Не очень много, скорее для цвета. Пока это значит хорошо? Да. Когда жители Бали едят такой салат, они чувствуют счастье. Много счастья. Мышиная кровь отличается от салата с кровью курицы или лягушки. Такой салат, что-то специальное. Готовится к специальным случаям. Берешь вот так. И просто... Очень хорошо. Берешь. Баран горын. Блин. Это вкусно. Это вкусно? Там много чеснока и имбиря, поэтому это сильно перебивает вкус. Но мясо такое вкусное и привкус сырой крови добавляет... Даже не знаю, как это объяснить. Вот так. Так, да? Ммм. Ммм. Это очень очень вкусно. Смотрите, какая здесь консистенция. Этот салат рассыпчатый. Похож на неприготовленный фарш. Изнантин, разве не опасно употреблять сырую кровь? Нет. Для болицев это нормально. Этот салат очень полезен для здоровья. Мышиная кровь нагревает тело. Мы сейчас в высокогорье, и тут бывает немного прохладно. И тогда нам нужна кровь летучих мышей. На самом деле, польза салатов из сырой крови сомнительна. Такие блюда, чаще всего с кровью утки, правда, распространены по всей Юго-Восточной Азии, хотя местные власти регулярно публикуют запреты и предостережения. В сырой крови могут содержаться вирусы и бактерии, опасные для человека. Одна из версий – ковид попал к человеку после поедания сырой летучей мыши на рынке в китайском Ухане. Во многом из-за вот этого видео, которое в первые дни эпидемии завирусилось по сети. В нем якобы тот самый рынок и те самые летучие мыши. На деле доказано, что это видео снято как раз в Индонезии намного раньше. А вот откуда пошел ковид, ученые и политики пока точно не решили. Пока мы дегустировали, на кухне продолжали готовить закуску. Для нее главный индонезийский соус – самбал. Обязательный ингредиент этого соуса – чеснок, острый перец, лук, креветочная паста. А дальше по вкусу. Можно имбирь, лимон или вот кокос, как в нашем случае. Почему-то кокос нужно разделывать именно на полу, хотя вот рядом есть стол. Но, типа, кто это делает со столом, верно? В Индонезии есть поговорка, которую можно перевести как «с самбалом все становится едой». Действительно, у соуса столько вкусов, что он разукрашивает даже самую пресную пищу. В нашем случае – сверчков. Смотри, какие огромные. Говорят, это элитные сверчки. Смотрите, какие большие. С большим количеством протеина. Очень много протеина. Сверчков сначала замачивают в кипятке. Потом обжаривают в кипящем масле. И, наконец, смешивают с самбалом. Жучки. По вкусу очень похоже на чипсы или любые такие хорошо жареные снеги. Острые, правда, довольно существенно. Прямо обжигают. Перца там много. Ой, перца там много, да. Но в качестве закуски… Это вкусно. Вкуснее всего вот такие большие жучки. Они прям мясистые. Хрустят на зубах. Не знаю, слышно это или нет. Здорово, что они их очистили. То есть здесь нет вот панциря вверх. И, соответственно, они не хитинистые. Они очень мягкие, наоборот. Такие нежные. Я бы сказал, ставят во рту. Очень вкусно. В общем, сверчки, если что, рекомендую. Вы удивитесь, но, возможно, многие из вас сверчков на самом деле пробовали, не зная об этом. Из них делают что-то наподобие муки, которую подмешивают в том числе в протеиновые батончики, спортивное питание и всюду, где нужен протеин. Считается, что сверчки вообще самый дешевый в мире и при этом полезный – белок. ООН даже запустила программу «Жуки как еда и корм», где пропагандируют массовое разведение сверчков. В сверчковые фермы вложилось даже семейство Цукербергов. Ну, а у нас еще остался мышиный фарш, и из него ребята начали делать что-то вроде фрикаделек – маленьких котлеток, которые в Индонезии называют «баско». Ребята, это летучая мышь. Вот, кажется, даже косточка от нее, от ее крылышка. Ага, да, косточка. Первый раз в жизни пробую «Летучую мышь». Это мой первый раз в жизни. Первый раз в жизни, да? Первый раз в жизни, да. Может, не надо, еще есть время передумать. Фрикадельки из «Летучей мышь». Да, да, да. Они хрустят. Они хрустят на зубах. Там косточки. Они прям… Ой! Ой! Ребята, я впервые съел «Летучую мышь». Ты попробуй с бульоном. Вот так. С бульоном? Вот так. На Бали, когда мы это едим, мы добавляем рис. И вот так пьем бульон. Очень хорошо. Попробуй. Ну, знаете, в целом само мясо довольно вкусное. Оно, правда, хрустит на зубах из-за косточек. То есть там остаются косточки крыльев «Летучих мышей», простите, не до конца разрубленные. И поэтому они хрустят на зубах так занятно, как французский багет, знаете. Но не как французский багет на самом деле, вы понимаете. Давайте я сейчас попробую для вас, чтобы вы услышали, как хрустит летучая мышь. Поднесу микрофон поближе. Вот очередная фрикаделька. Слышите? Там косточки. Ой. Они так занятно лопаются на зубах. Как будто бы взрываются воздушные шарики. Мы пьем обычно тувак. Видишь, и потом закусываем сверчками. Мы называем это пахачи. Это когда пьешь тувак и закусываешь. Честно говоря, вот в этой парочке балийских бормотухи и балийских сверчков я не знаю, чего больше опасаться. По-вашему, что вышибает сильнее? Придется пробовать и то, и другое. И теперь? Да, вот это трушно. Ваш здоровье. Ну, кстати, сверчки мне очень понравились. Они реально вкусные. И, кстати, под пиво, я думаю, они вообще будут офигенные. Если не думать о том, что это сверчки, а просто думать о том, что это, ну, например, арахис, то прям, прям, прям вообще я тебе говорю. Коля, Коля, ты что, калька, ты скушаешь? Коля не ел. Коля, давай, давай. Хочешь, я сниму? Давай камеру сюда. Давай, давай. Блаварчика отведай. Оператор что-то не хочет кушать, смотри, а? Ты же весь день без еды. Ты же весь день эти камеры таскаешь. Ты устал, наверное. Давай, тебе силы нужны. Дай мне камеру, я тебя сниму. Ха-ха-ха. Нет, ладно. Убегать. Куда ты пошел? Ты куда пошел? Давай, иди сюда, иди сюда. Друзья, а какое ваше любимое индонезийское блюдо? И как вам наши кулинарные выпуски? Жду ваших комментариев. Буду рад лайкам. Не забывайте про подписку. Ну, а мы уже погнали дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!